Анализ товарных запасов с помощью ClickSense. Управление товарными запасами является важной и довольно сложной задачей торговых предприятий. Неэффективное управление товарными запасами может привести к образованию дефицита или же к излишкам запасов. Дефицит товарных запасов может нарушить маркетинговые и производственные планы, так и излишки товарных запасов влекут за собой дополнительные операционные расходы. Излишки товарных запасов увеличивают затраты и сокращают рентабельность за счет удорожания стоимости хранения, рабочей силы, страховки, налогов и морального устаревания продукции. Рано или поздно, но практически каждая компания сталкивается с необходимостью оптимизации товарных запасов. Это происходит по вполне определенным причинам. Начинают проявляться признаки неэффективного управления товарными запасами, например, возрастание денежных инвестиций в товарные запасы, при этом сроки выполнения заказа не сокращаются, отсутствие контроля оборачиваемости товарных запасов, увеличение задержек выполнения заказов, периодический недостаток мест хранения, высокие затраты на содержание запасов, нестабильное планирование спроса, возрастающий показатель неликвидных товаров, недостаток оборотных средств, высокий показатель списания товара и многие другие. А сейчас перейдем непосредственно к рассмотрению демо-решения для анализа товарных запасов. Решение представляет собой набор дашбордов и отчетов для анализа запасов. Рассмотрим их более подробно. На первом дашборде мы видим основные показатели для анализа товарных запасов, такие как объем закупок, объем отгрузок и количество запаса на складе. Также представлено изменение этих показателей относительно предыдущего периода. Для более удобного анализа все показатели можно просмотреть в различной валюте, переключение происходит по соответствующему фильтру. Также за любой выбранный период времени. Следующие листы отчета помогут нам проанализировать данные показателей более детально. На представленном листе отчета можно подробно проанализировать товарный запас в разрезе номенклатуры и складов. Для получения более конкретных значений данные приведены в таблице. Со страницы запасов перейдем на лист с анализом затрат на содержание складских запасов. Представленный отчет отображает распределение затрат на содержание складских запасов также в разрезе номенклатуры и складов. Отражает их динамику и структуру. Далее перейдем к следующему листу отчета и рассмотрим анализ поставщиков. На данном листе отчета можно проанализировать суммы поставок по поставщикам, просмотреть объемы поставок в динамике, а также следить на какие склады, выбранные нами поставщиками, доставляет товар и в каком объеме. Таблица ниже отображает конкретные числа, отображающие характер поставок. Рассмотрим отчет по анализу покупателей. Здесь мы можем оценить основных покупателей и их выручку. Данные возможно просмотреть в динамике. Также, выбрав определенного покупателя, мы можем проанализировать на каких конкретных складах выбранный контрагент получает товары. Для получения более точных характеристик оценки отгрузок можно воспользоваться таблицей. В учете номенклатуры можно подробно проанализировать показатели в разрезе различных характеристик товара, номенклатуре, бренду, типу. Продолжение следует... В отчете показателей представлены конкретные цифры по основным показателям, которые можно просмотреть в динамике в различной валюте. Таким образом, благодаря представленному решению, пользователь сможет за короткое время проанализировать состояние предприятия, произвести нормирование и контроль состояния товарных запасов, а также поддерживать их на необходимом уровне.